Всем доброго времени суток, с вами игросмейстер Максим Чигаев и это новая рубрика «Партия недели». Конечно, сейчас большинство любителей шахмат наблюдает за недавно стартовавшим турниром Вейконзея, но ни одним Вейком, в общем-то, живы сейчас шахматы, есть много других интересных турниров. И мое внимание на этой неделе привлекла партия из мужского чемпионата Армении, которая была сыграна в первом туре, белыми играл международный игросмейстер Тигран Арутюнян и черными играл международный мастер Давид Шагинян. Очень часто первые туры в круговых турнирах проходят довольно размеренно, результативные партии случаются нечасто, но эта партия стала весьма приятным исключением. Итак, предлагаю посмотреть, что же произошло. Сыграно у нас было конь F3, черные ответили E6. Белые здесь сыграли C4 и Давид Шагинян играет F5, переходя в голландскую защиту. G3, конь F6, слон G2, D5, рокировка слон E7. Вариант, на самом деле, стоит отметить, весьма сомнительный. Трактовать его можно белыми по-разному. И здесь Тигран Арутюнян сделал довольно логичный ход. С точки зрения чека, он здесь сыграл B2, B3. Хочет он поставить слона на B2. И черные здесь играют довольно хитро. Они делают ход конь C6. Хотят сыграть D4 и затем, может быть, сыграть E5. Если белые захотят сыграть E3 и как-то подорвать пешный центр. После этого, соответственно, Тигран Арутюнян решил радикально воспрепятствовать этой идее черных. И сделал, на мой взгляд, не самый удачный ход в позиции. Сыграл здесь D2, D4. Ход, как я уже сказал, сомнительный. Поскольку теперь выход слона на B2 теряет всяческий смысл. Можно было сыграть, например, сначала CD, ED, слон B2. И перевес, конечно, у белых. Поле на E5 зияет. А, в общем-то, за это зияющее поле на E5 черные пока никакой видимой контр-игры не получили. Поэтому можно было действовать так. Тигран же сыграл D4. Шагинян ответил конь Е4. И в целом уже у черных прослеживаются идеи, связанные с ходами G5 и H5. И, как ни странно, белые здесь продолжают играть довольно беспечно. Играют слон B2. И, разумеется, судьба их шахматная за это жестоко наказывает. То есть здесь уже, конечно, белым стоило бы понять, для чего делал сход конь Е4. И стоило уже заняться профилактикой. Потому что угрозы черных на королевском фланге могут стать весьма серьезными. То есть следовало сыграть здесь H4. И, например, если черные здесь играют H6, подготавливая ход G5, то белые все-таки ставят слона на B2. Нужно заканчивать развитие, несмотря на то, что слон упирается в эту пешку. Черные здесь играют G5. И белые играют пока H5. То есть даже если эта пешка потеряется в будущем, мат черные, скорее всего, уже не поставят. А белые успеют закончить развитие. И, соответственно, как-то надавить на пешечный центр. Но после хода слон B2, черные реализуют свою главную, можно сказать, идею. Они здесь играют H7, H5. И выясняется, что несмотря на то, что черные не делают рокировку, ход H4 весьма для белых неприятен. После этого можно будет сыграть HG и попытаться вскрыть белого короля. Можно еще сыграть, например, G7, G5. И, соответственно, появляется в некоторых вариантах идея, связанная с ходом короля F7, ферзь G8, ферзь H7 и так далее. И снова здесь белые делают, на первый взгляд, довольно естественный человеческий ход. Это ход H4, но это уже решающая ошибка, на самом деле. После этого у белых уже просто проигранная позиция как бы не странно выглядела к девятому-то ходу. Нужно было, конечно, играть конь С3, заканчивая развитие, H4, ладья С1. И здесь позиция довольно неясная, на самом деле. То есть еще вагон игры, то есть черные могут побить, например, на G3, FG и сделать здесь какой-нибудь ход. Например, G7, G5. Позиция довольно сложная. То есть может быть у белых даже она лучше, как ни странно, но опять же, то есть она обоюдо острая. Да, но белые здесь сыграли H4. И после G5 выясняется, что у белых просто уже плохо, потому что прямой накат следует на королевском фланге. Последовало HG, слон, BG5. Конь G5, ферзь BG5. Ферзь C1, белые с темпом пытаются перевести ферзя на F4. Поближе к защите своего короля. Ферзь G7. Ферзь F4. Следует ход H4. Довольно логично. Черные раскрывают короля по максимуму. И здесь белые допускают уже фатальный зевок, после которого уже по большому счету можно сдаваться. То есть они здесь играют конь C3. И это немедленно проигрывает. Наверное, лучшим шансом было попробовать сыграть все-таки конь D2. Хотя после хода, например, слон D7. Конь бьет Е4, FE. Ферзь бьет C7, белые пытаются как-то скушать эту пешку. И создать видимость контр-игры. Черным можно сыграть здесь ферзь G6. С идеей перевести ферзя на H5. И белым на самом деле просто плохо. То есть после того, как черные сыграют HG, поставят ферзя на H5. У них будет решающая атака. Соответственно, если белые возьмут ферзем на G3, то черные сделают длинную рокировку. Если белые возьмут в вариантах пешкой F, то черные успеют сыграть ферзь H5 и E3. И будут нападать на мат под ферзь H2. Поэтому на Тигран сыграл здесь конь C3. Но это, к сожалению, для белых проигрывает сразу. Последовало конь бьет D4. Ферзь E3. Здесь Давид Шегинян сделал важный ход. Он, впрочем, не единственный, но очень жесткий. После этого у белых вообще никаких надежд не остается. Последовал ход F4. После этого у белых не срастается примерно ничего. То есть на ферзь бьет F4 следует ход конь бьет C3. Соответственно, слом бьет C3, конь E2. Белые теряют все, что можно. Приходится тоскливо отступать ферзем. Ферзь D3 HG. FG конь бьет G3. Ладья бьет F4. E5. Все очень жестко. Белые пытаются половить рыбку в мутной воде здесь. И играют ладья бьет D4. То есть очень интересно, но все равно не спасает. Ладья бьет D4, ED. Конь бьет D5, C5. Защитили пешку на D4. И здесь Тигран Рутинян попробовал свой последний шанс. Он дал шаг F3. И здесь, конечно, очень важно было издалека все правильно посчитать. В случае DE у белых, как ни странно, появляются какие-то шансы на спасение. Например, слом бьет G7. Конь бьет Е2, шаг. Король F1. Например, ладья G8 мы пока играем. И белые здесь, например, играют слон E5. То есть уже пограживает конь C7. И тут уже приходится черным что-то изобретать. Например, слон G4 приходится защищать этого коня. Конь бьет Е3. Слон H5. И, например, снова белые возвращаются к М на D5. И шансы на спасение у них сохраняются. Ввиду того, что контригра у них наконец-то появилась. Грозит хоть шаг на C7. Грозит хоть конь F6. Белые пытаются отыграть материалы. Как только король уйдет на D7 у черных, последует еще шаг с H3. Тоже неприятный. Поэтому, возвращаясь к партии, на ферзь Е3 нужно было все правильно посчитать. Как я уже отметил. И Давид Шагинян просто сыграл король D8. И выясняется, что после этого белые совершенно беззащитные. Одноходовые трюки у них закончились. И, по большому счету, остается только сдаться. Да, еще последовал ход ферзь D2. И тут черные красиво закончили партию. Сыграли ладья H1 шаг. Разумеется, на слон BH1 последует конь Е4. Ладью никто здесь не зевает. Да, и Тигран Рутюнян здесь еще сыграл король F2. И после конь Е4 признал поражение. Еще могло последовать слон Е4. Ладья H2. Тут, в общем-то, белые получают мат на любой, в общем-то, вкус. Можно, да, пойти король F1, слон H3. Король Е1, ферзь G1. Можно еще слон G2 включить. Но, в общем, в сути дела это не меняет. Да, конечно, зубодробительный разгром, на мой взгляд. Партия довольно красивая. Не часто такую, как я уже сказал, увидишь в первом туре кругового турнира. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это было интересно. Подписывайтесь на chess.com.ru И следите за новостями. До новых встреч.